МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Время решать". Добрый вечер. В эфире телеканала ЭТВ Плюс, программа Время решать, и я, ее ведущий, Дмитрий Фефелов. И сегодня мы в нашем эфире будем говорить на очень животрепещущую тему, ну, собственно, как и всегда в нашей программе. А именно мы будем говорить об избавлении от вредных привычек и зависимостей, а также о их профилактике и лечении. И на эту тему сегодня со мной в эфире будут общаться психотерапевт Борис Волохонский, семейный врач Андрей Борисов, фитнес-тренер и специалист по питанию Евгения Ааскиви и физиотерапевт Алена Сяйлев. Здравствуйте. Уважаемые эксперты, сразу первый вопрос вам. Как вы считаете, если человек решил встать на тропу здоровья и захотел избавиться от какой-то вредной привычки, у него есть возможность получить квалифицированную, проверенную, так сказать, добротную, а главное, бесплатную медицинскую помощь? Борис. Значит, от привычки да, от болезни нет. Бесплатно не получится. К сожалению. Я согласен с Борисом, от привычки избавиться можно, а уже от заболевания, которое вызвано этой привычкой, к сожалению, в Эстонии бесплатно не избавиться, либо придется хотя бы частично участвовать в финансировании этого процесса. Евгения, а ваше мнение? Я думаю, что для избавления от привычки очень важно усилие самого человека. И если нужна какая-то помощь, то там, наверное, по-разному. Бесплатно, не бесплатно. Хорошо, спасибо. И Алена? Да, надеяться и рассчитывать на помощь можно и нужно, но человеку придется приложить и свои усилия, в том числе материальные. Мне кажется, что главное не опоздать, чтобы человек вовремя понял, что это уже не привычка, а патология. Потому что опоздание здесь решает кардинально по-другому вопросу. Хорошо, а вот как тогда определить вот этот момент, что вот сейчас эта привычка переходит в разряд болезни? Вот есть какие-то симптомы, какие-то показатели, по которым человек может сразу это понять и определить? Я могу сказать, что, как правило, пациент думает, что у него привычка, распущенность, сила воли. И только в крайнем случае начинает осознавать и признаваться самому себе в том, что он все-таки болен. Это очень непростое занятие подвести человека, якобы с привычкой, к тому, что это уже болезнь. Это очень непростое дело. Ну вот есть какие-то все-таки такие четкие явные показатели, нет? Ну если человек не может без чего-то конкретного уже обойтись, и его качество жизни от этого снижается, появляются какие-то неприятные как физические, так и психологические ощущения, психические нарушения, то, в принципе, это есть уже зависимость. И зависимость надо лечить. Это уже болезнь. Это уже болезнь. А давайте сейчас обратимся к нашей публике и узнаем, есть ли у нашей публики какие-то вредные привычки. Если у кого-то из вас есть вредные привычки, поднимите руки, пожалуйста. Ну вот. По крайней мере, честно. А кто-нибудь мог бы сказать, если это не секрет, в чем ваша вредная привычка заключается? Я могу сказать, я грызу ногти и не держу спину прямо. Я думаю, сейчас многие позавидовали таким вредным привычкам, если вы считаете. Вы никому этим не мешаете, не досаждается. Ну я чужие ногти грызу. У нас здесь есть комментарий. У меня, например, переедание и неконтролируемое именно. Ну вот смотрите. Ну так, первое, это сложно, наверное, назвать какой-то такой вредной привычкой, которая в дальнейшем может перерасти в заболевание. С инфекцией можно подходит. Может. Можно, да, глистов получить. Но вот второй пример, да, он довольно показателен. А какие еще в нашем обществе распространены вредные привычки? Вот самые, так сказать, популярные. Ну табака, курение, алкоголь. Потом уже идут наркотики, азартные игры. Компьютер? Компьютер, да. В том числе. Ну а самые, так сказать, пагубные для здоровья? Наркология? Наркология, конечно. Наркология. Да. Вот. Позвольте. Да. Сегодня бытует такое утверждение. Если ребенок прошел школу и не встретился с наркотиком, воспитание удалось. Я говорю об этом с болью, потому что вижу, что творится у нас, к сожалению, в маленькой красивой стране. То, что происходит, это неописуемое. Картинка, а сегодняшняя информация подливает эмоции в этот и так неслабый костер. 10,5 тысяч рецептов на антидепрессанты в прошлом году выписано подросткам. Да, Борис, я тоже хотел это потом упомянуть. А я обогнал. Да, но на самом деле обогнали нас новости, потому что вчера эта новость действительно появилась и взбудоражила общественность. Но возвращаясь к привычкам, скажите, говорят, что привычки и потом, которые перестают зависимость, они бывают двух типов. Это, так сказать, физические, химические и психологические. Это правильно вот так вот разделять их на две части? Ну, в определенной степени, да, физическая зависимость и психологическая зависимость. И, в принципе, обе, меня поправит доктор, если я скажу не так, что обе свойственны, присущи всем самым популярным зависимостям, и табакокурению, и алкоголю, и тем более наркотикам. Немножко есть градация. Один наркотик вызывает больше психологическую зависимость, другой физическую. Но, тем не менее, как правило, это такой коктейль из двух типов зависимости. Два человека, страдающих от алкоголизма, могут, в общем, иметь эту зависимость по разным причинам. И лечение, соответственно, будет разное. Ну, по большому счету, по большому счету, какая разница, скажите мне, пожалуйста, химическая, физическая, психическая, так? Если вы говорите о методах преодоления, лечения, только психотерапия, таблеток нет от этого. В любом случае, какая бы зависимость ни была, она психическая или физическая. Это уже разговор для экспертов. Это больше проявление, как бы, как организм реагирует. Есть какие-то физические проявления или это больше такие психологические моменты? Больше градация для простого человека здесь не так важна. Психическая или физическая зависимость? В зависимости есть какие-то, ну, физические, скажем, ну, замена, как откровение, например, пластыри. Конечно, он не поможет на 100%, тут надо и психологические какие-то методы свои подключать, но какие-то все-таки физические методы... Ну, в общем, в комплексе надо решать. Хотела добавить, что если мы говорим о зависимости, то она всегда подразумевает два фактора, как физическую, так и психологическую. Это правильно. И тут последний, мы говорили об алкоголизме, табакокурении и так далее, но последний тренд с моей области, это фитнес-зависимость, например. Даже такие теперь есть? Даже такие есть. Это к вам. Господи, я боюсь, что к концу передачи выясним, что... Это плохо всегда. Да. Все, что бы мы не делали, так или иначе, может привести к нехорошей зависимости. Все, что чрезмерно, это всегда плохо. Еще один вопрос, прежде чем мы перейдем к сюжету. Мне как-то довелось читать в одной книге о том, что... Там речь шла об алкоголизме. Но, не знаю, может быть, вы согласитесь, что этот метод лечения, в кавычках, может быть, можно распространить и на все другие тяжелые виды зависимости. Там говорилось о том, что алкоголизм можно победить только при помощи религии. В каком-то фильме было «Мертвый сезон», по-моему, да? Одни верят в то, что Бог есть, другие верят в то, что его нет. В принципе, любое сообщество алкоголиков, наркоманов и так далее, и так далее, это тоже религия. Они верят в свои какие-то догматы. Ради Бога, помогает. Есть абсолютно безобразные, неэстетичные виды лечения алкогольной болезни. Но кому-то это помогает. У нас есть вопрос, комментарий в публике. Комментарий по поводу зависимости. Я работаю в реабилитационном центре. И у нас в центре есть и алкоголики, и наркоманы, а также дети, зависимые от компьютера. Я бы хотела все-таки подытожить вашу беседу тем, что привычка и зависимость, разница, не то, что человек не может без этого жить, мы много без чего не можем жить. А то, что это, как правильно сказали, влияет на качество жизни, во-первых, существенно. Но какие критерии? Это для тех зрителей, у которых есть дети, которые смотрят нашу передачу. Это когда ребенок или взрослый перестает выполнять свои ежедневные, привычные, социальные роли, функции. То есть, не знаю, не ходит в школу, перестает кушать так, как он кушал, заменяет что-то, тратит деньги, получает штрафы. Но вы согласитесь со мной, если я скажу, что это могут в первую очередь заметить люди со стороны, сам человек, так как он продвигается медленно, все-таки этого... Нет, это такой феномен отрицания, да. Человек, как правило, считает, что у него все в порядке. Оправдывание такое. То есть, круг друзей меняется или просто друзья пропадают, там, жена уходит. То есть, то, что с ним случается, то, чего раньше никогда не могло быть, и несколько таких факторов, которые могут указывать на то, что, да, теперь это уже не просто привычка, а зависимость. Хорошо, спасибо большое. Зависимость, прошу прощения, доктор, помогите, доктор. Нет такого диагноза зависимость. Это психологический термин. Понимаете? Есть болезнь, есть неболезнь. Вот и все. А когда мы начинаем измышляться, как-то выкручиваться и так далее, мы уходим от самого пациента. И это, вы считаете, мешает процессу излечения? Я считаю, да. Именно подмена понятия. Человек может выпивать алкоголь абсолютно в минимальных количествах. Это совсем независимость и не болезнь. При этом же, если он превышает определенные нормы, которые уже причиняют вред здоровью человека, как физическому, так и психическому, то, в принципе, это уже болезнь и зависимость. Ну, а я предлагаю сейчас посмотреть один видеосюжет. Говорят, что человек то, что он ест. И следующий сюжет как раз о питании. Мы, простые обыватели, не специалисты, находимся в окружении всевозможных диет и методов питания, которые зачастую противоречат друг другу. На прилавках сотни продуктов из разных стран. Информации так много, что уже невозможно понять, где правда, а где ложь. Идеальные условия для процветания шарлатанов. Доктор Адик Левин рассказывает, в Эстонии сертифицированных специалистов по питанию буквально единицы. Человек предоставлен сам себе. Люди должны вернуться на кухню и сами готовить. А не то, что покупать полуфабрикаты и из них делать какую-то еду. И что еще? Надо все кушать. И мясо надо кушать, и овощи надо кушать, и фрукты надо кушать. Но всего понемножку. И, конечно, самый простой рецепт – это через каждые 3-4 часа, ну и где-то 200-250-300 грамм объем. И это даст все. И калории даст, и лишний вес не появится, и самочувствие будет хорошее. Медик уверяет, в меню городского человека слишком много углеводов. И избыток сахара, впрочем, как и соли, может нанести серьезный вред здоровью. Меньше надо кушать соли. В Эстонии сейчас мы употребляем где-то в сутки 12 грамм. Но лучше всего, если бы мы употребляли в сутки 6-8 грамм соли. То есть на одну треть хотя бы меньше. Первое, что человек должен сделать, он должен убрать со стола солонку. Сахар – это белый яд. Я сторонник того направления и поддерживаю тут министра Осиновского, что действительно мы очень много едим сахара. Также специалист призывает отказаться от заводского детского питания и по возможности больше покупать продукцию с экоферм. А что касается алкоголя, то при умеренном употреблении это не проблема. Главное – знать свою меру. Конечно, беременным это противопоказано. И молодым, чем меньше алкоголя употребляют, тем лучше. Но говорить, что все должны быть отрезвенники, я думаю, это тоже перебор. Ну вот смотрите, да, избитая истина – питание, залог здоровья. Все, что сейчас доктор говорил, тоже, в общем-то, избитая истина. И соль, сахар, правильное питание, сбалансированное питание и так далее. Но почему-то у нас в стране, понимая все это, зная все это, тем не менее существует у людей проблема именно связанная с питанием. Евгений, вы как специалист по питанию, можете объяснить, почему люди, зная, что надо делать, не делают? Тут очень много разных факторов. И тут большая роль рекламы всяких диетических продуктов, которые на самом деле таковыми не являются. Если говорить про сахар, например, йогурты, лайт, которые обезжиренные, но там напичкано очень много сахара, такой вариант. И люди, сами того не понимая, они берут эти продукты, потому что они прорекламированы как диетические, но на самом деле они им абсолютно не помогут в достижении. Но только ли в этом проблема? Нет, не только в этом. Тут какая-то лень, может быть. Люди знают, но не совсем знают, что все-таки как надо представляют, но это представление такое, немножко смутное. У нас сегодня в гостях Эрмина. У нее были проблемы с питанием, насколько я знаю, до сих пор остаются. Эрмина, не могли бы вы рассказать свою печальную историю? Ну, в общем-то, я все время была кругленькой с детства, но активно начала заниматься своим весом лет 18 назад. И попробовала разные виды худения, в том плане калории считала, старалась двигаться, ну, как бы пить воду, есть полезные продукты. Но это, в принципе, практически не помогало. И где-то 8 лет назад я самостоятельно обратилась к врачу-хирургу, который занимается уменьшением желудкости, так по-простому сказать. И действительно, результаты поначалу были хорошие. Я ничего не могу сказать. В течение года был активный интерес ко мне, в принципе, как и к другим пациентам, которые проходили эту операцию. Но по истечении следующего времени, когда начались другие проблемы, в том плане, что организм перестраивается, меняются какие-то физические показания, гормональные, еще что-то. Получается, когда я стала обращаться с проблемами к врачу, меня просто отсылают и других отсылают к семейному врачу, которые, ну, честно говоря, они не всегда в курсе этих проблем. И большая проблема – это психологическая проблема. Мне кажется, что у врача-хирургов такого плана должна быть своя команда, у которого должен быть, допустим, врач-гематолог, врач-психиатр или психолог, как это больше подходит, чтобы такие пациенты могли целенаправленно обратиться с этой проблемой. Потому что не все специалисты знают именно тонкости этой операции и потом то, что происходит дальше. В итоге я опять набрала энное количество килограмм. И сейчас страдаю тем, что я постоянно хочу есть и постоянно боюсь есть. Я просто хожу и все время что-то, как это сказать правильно, кусочками. Вроде я ничего не съела, но в то же время вообще поела. Нет помощи психологической. Ну и тем более то, что у меня, в общем-то, проблемы еще очень-очень давно с депрессией. И это еще своего рода усиливает это заболевание. Так что вот такое. Спасибо, Ирина, большое за вашу историю. Но вот что человеку делать в такой ситуации? Можно комментарий? Я хочу вернуться к словам доктора Левина буквально на секунду. Чтобы человек не имел привычек, плохих привычек питания, это надо закладывать с детства из семьи. Все привычки идут из семьи. Если ребенок видит с детства, как мама с папой, грубо говоря, наедаются до отвала вечером, мясо жирных, сладких продуктов, то, естественно, эти привычки питания он перенимает и будет потом во взрослом состоянии делать то же самое и воспитывать своих детей так же. То есть надо начинать все из семьи. Никакие не помогут ни таблетки, ни методы, если у человека уже взрослого сформировались привычки. В данном случае, да, мы имеем дело уже с состоявшимся. А если говорить о проблеме бариатрической хирургии, то есть вот как у женщины, когда прооперировали, и потом, так скажем, результат неудачный был, нехороший результат, тут, конечно, нельзя обвинять только хирурга или всю систему. Конечно, в идеале в команде должен быть психиатр или психолог, который поможет. Но все-таки здесь основная ответственность на самом пациенте должна быть. Я так понимаю, Руина, что операция все-таки прошла успешно, и год реабилитации была, тоже вас наблюдали, все было замечательно. Да, все было успешно. Потом, начались проблемы через год. Это начинается потом. И с этой ситуацией столкнулась не только я. Ряд моих знакомых, которым я советовала эту операцию тоже, потому что были хорошие результаты. Да, есть неудачные в этом смысле результаты. Конечно, результаты оцениваются не сразу, а через какое-то время, через полгода, год. Но я, например, знаю достаточно много примеров удачных результатов, когда человек абсолютно меняется как внешне, так и внешне. Ну вот что в данной ситуации? У меня есть один пациент, очень интересный. Ему он весил 200 с лишним килограмм. Ему 100 убрали, так? Так теперь он говорит, что он алкоголиком стал, потому что у него все катится напрямую. Это похоже мой пациент. У меня есть такой же. Наверное, мы говорим об одном и том. Борис, и все-таки что в данной ситуации человеку делать, когда не хватает квалифицированной именно психологической поддержки? Ну, во-первых, такую поддержку вы, наверное, можете найти. Не у этого хирурга, а где-то в другом центре, в другом месте. И это может быть специалист, простите, пожалуйста, любого профиля. Да? Это может быть и фитнес-тренер, Это может быть семейный врач или физиотерапевт, которые подскажут вам. Но я хочу вам сказать такую штуку. Если вы считаете это вредной привычкой, да, вы не правы. Понимаете? Если диабетик не будет жрать сахар, у него не будет диабетической комы, но диабет останется. Если ревматик не полежит в резиновых сапогах клюкву собирать, у него ревматизм останется, не будет ревматической атаки. И если вы не будете кусочничать, я думаю, эффект тоже будет на лицо. Я единственное согласен с таким моментом, что в идеале должна быть команда, действительно. Конечно. У хирурга должен быть психолог, какая-то поддерживающая пациента личность еще, специалист какой-то. И, конечно, в идеале специалист, который провел данную операцию, ну, мне кажется, логично, он должен увидеть этот логический конец, чем все закончилось. И хирург любой порадует своей удачей и будет грустить, если это неудача, и поможет что-то наладить. Евгения, ну вот прозвучал, на самом деле, совет, рекомендация, вот как не кусочничать, не кусочничать, как перестроить. Я хочу сейчас сказать одну вещь, просто добавить, потом скажу про кусочничество, что на самом деле практика и, в принципе, и моя, и очень много знакомых показывает, что человек, если хочет получить какую-то помощь, и команда не сложилась, нету там команды, и он чувствует, что он не получает достаточно, он должен быть очень активным и сам искать. Потому что на блюдечке никто не принесет, к сожалению. Да, Арвина, потом вернемся к перестройке. Знаете, я за эти годы, за 8 лет, столько прошла вот этих вот кругов, от одного к другому, к одному специалисту, к другому, третьему, четвертому, в интернете, друг с другом общаясь. Знаете, я уже больше не знаю, куда еще. Да, общие такие вот советы. А почему вы выходите все время с протянутой рукой? Что вы сами сделали? Вы ходили, просили помощь там, сям, здесь, по телефону, по интернету и так далее. Сами, что вы сделали? Во-первых, я хотела понять, почему это происходит? На уровне физического, как бы, допустим, я могу сказать, что у меня анализы к крови очень и каждый раз разные. Может быть, там какая-то проблема, врач не может толком сказать. Может быть, что-то не хватает, и поэтому... Может быть. Да. Может быть. А может быть, так проще искать причину в анализе крови? Потому что у нас люди всегда ищут чудо-таблетку, чудо-метод. Конечно. А это пища для шарлатанов. Я сама пробую тоже все. Вот, допустим, те хорошие привычки, когда я работала еще раньше, до операции, допустим, овощи, да, я их люблю, воду, у меня в сумочке все время вода. Раньше я больше ходила, сейчас по ряду обстоятельств не могу много двигаться. То есть хорошие привычки я старалась нарабатывать и оставлять их. Но, например, овощи я сейчас после операции не могу есть, хотя я их очень люблю. Желудок не принимает. Не могу принимать какие-то препараты, потому что желудок не принимает. И получается какой-то замкнутый круг. Руина, я думаю, после эфира можно будет поговорить чуть подробнее и разобрать ваш случай со специалистами. Евгения, ну вот возвращаясь к перестройке питания, как это сложно, сколько это времени забирает и может ли человек самостоятельно это сделать? У всех на самом деле по-разному и зависит как бы от самого человека, насколько он активен и насколько он мотивирован. Говорят, что привычка появляется примерно за месяц. На самом деле практика показывает, что примерно так оно и есть. И если действительно приучить себя и настроить за этот месяц действительно правильно питаться, чтобы организм получал достаточно всех веществ, чтобы он не требовал постоянно чего-то, то человеку просто будет хорошо жить и он не будет уже представлять, как это может быть по-другому. Хорошо, спасибо. Питание... Хотела обратить внимание на маленький нюанс, который увидела в вашем случае. Да, прежде чем мы будем говорить о неправильной перерывичке питания, действительно необходимо сделать дополнительные анализы и исключить какие-то изменения в гормональной системе, изменения в желудочно-кишечном тракте, чтобы мы точно знали, что да, в данном случае имеет место быть такой психологический нюанс, а не физический. Ну, а мы переходим далее. И, как известно, питание – это очень важно, но и физическая активность тоже очень важна. И вот давайте сейчас перейдём к этой теме и поговорим, какие есть возможности для реабилитации именно физического плана. Эта необычная ванна для физиотерапии принесла своим владельцам премию за инновативный подход к лечению и реабилитации, а пациентам – облегчение недугов. Показания к применению самые различные от каких-то ортопедических заболеваний, болев мышц, болев суставов, неврологических, когда у человека, начиная с самых лёгких, может быть, но не менее болезненных и неприятных, защемления нервов, заканчивая диагнозом, например, склерозис-мультиплекс. Возрастных ограничений нет. Предлагаемые упражнения и самоустройство в ванной подходит и для младенцев, и для пожилых. Большой популярностью пользуются процедуры у спортсменов. Можно восстановиться после изнурительного старта и даже серьёзной травмы. Мне помогло с моей старой хронической спортивной травмой. По статистике людей, пациентов, которые приходят, эффект может достигнуть чуть ли не с первого сеанса. В воде мышцы работают больше, нагрузка на суставы снижается. Дополнением гидротерапии служит портативная соляная камера, к слову, тоже, как и ванна, нашего отечественного производства. Это псориаз, какие-то аллергические реакции, детский дерматит в том числе, или у взрослых, или люди, желающие поправить своё здоровье. После воспаления лёгких, после вирусных инфекций. Соляную камеру и упражнения в воде оценили даже самые искушённые пациенты, которым есть с чем сравнить. Я пришла с проблемой, которая, может быть, многих женщин волнует. Боли в пояснице, боли в спине. У меня они появились после рождения последнего ребёнка. Поскольку у меня есть с чем сравнить, я и физические упражнения делаю и в зале, и в групповые тренировки. Здесь оно, конечно, отличается немножко. И чувствуется, что работают мышцы, которые внутри, которые просто по-другому не заставят работать. Большинство пациентов проходят процедуры по собственному желанию и за собственные деньги. Возможность воспользоваться средствами больничной кассы в теории есть. Но терапевтический фонд у семейных врачей совсем невелик. Впрочем, как и их осведомлённость, считает Катрин. Я думаю, что мой врач не знает ещё о такой возможности. Но если в будущем возможно будет через врача, конечно, получить, я буду очень рада. Андрей, вы семейный врач, и вам вопрос. Вы знали о такой возможности? Нет. Так ура. Об этой Ване не знал. Найден способ лечения всего. Наконец-то. Вы в это верите? Это серьёзно или это всё-таки шутка? Это чёрный юмор. Понимаете, всё время появляется... Извините, ради бога меня, накипело, да нельзя. Значит, всё время появляется то 25-й кадр в глазу, то что-то ещё ниже, то какая-то ванна и так далее. Панацея. Всё время появляется какое-то лекарство, какая-то таблетка, которая избавляет от всех бед. Так, уважаю. Хватит конец протянутой рукой. Это свойство человека вообще. Как правило, лень руководит всем, и хочется одну таблетку, один метод, который избавляет от всего. Конечно. Вот он. Давайте дадим слово Алене. Уважаемые коллеги. Извините. Физиотерапия, ровно как и акватерапия или гидротерапия, существует не год, не два, даже не 20 лет, сотни лет. Это одна из разновидностей. Поэтому нельзя сказать, ванна – это таблетка. И да, физиотерапия требует от человека собственных, серьезных и больших усилий. Задача физиотерапевта – направить человека, помочь, откорректировать. Дальше человек работает сам. Мы за него не можем. Брис, из ваших слов, я так понимаю, что вы все-таки склоняетесь к тому, что человек, как правило, во многом виноват сам, если у него возникает какая-то болезнь, зависимость. У меня вопрос немножко другого характера. А насколько вообще система в нашей стране готовит человека, воспитывает человека, чтобы он был здоровым и следил за собой, и вовремя умел отказаться от какой-то... Я, наверное, всем, наверное, не мешаю. Но расскажу... Нет, нет, нет. Расскажу свою историю. Вас очень интересно слушать. Ох, ребят, простите, пожалуйста. Время мало. Значит, семь лет назад я был включен в рабочую группу нашего Минздрава по разработке концепции наркопомощи на предстоящие четыре года. Свои предложения 18 специалистов со всех министерств присутствовало. Да, и Минюст, и МВД, и... кого там только не было. Значит, я представил свои предложения. Ничего не сделано. Вот мне интересно, куда все это ушло? Ну, а насколько вы действительно в целом оцениваете нашу систему здравоохранения? Насколько она помогает человеку справляться с какими-то вот сложностями, трудностями, привычками, зависимостями? Ну, система здравоохранения такое широкое очень понятие. Если рассматривать в аспекте все-таки зависимости и вредных привычек, есть еще что делать. И, так скажем, я считаю, что это поле еще не вспаханное, его надо пахать и пахать. И нам всем вместе. Начиная со школы. То есть, на самом деле, работу надо начинать с детей. Поздно делать какую-то работу со взрослым человеком. Да уже сформировалась психика. Все сформировалось. Привычки. Работать надо с детского сада, с первого класса. Говорить, проводить регулярные уроки о вреде наркотиков, алкоголе, о полезном питании. Насколько я знаю, про наркотики все-таки в школах говорят. Недостаточно. А кто говорит? А достаточно ли говорить? Может быть, это все-таки неэффективный метод? Значит, я полностью согласен с доктором. Надо бить тревогу. Сегодня то, что происходит, я сказал уже насчет школы и прохождения вне наркотика. Но сегодня это это же гибель для всех. Целое поколение погибает. Сегодня, когда самый высокий в мире уровень смертности от передозировок. У нас есть комментарий в публике. Значит, я хочу сказать еще и еще раз. Надо искать корни. Можно это лечить. Но хроническое заболевание, ни одно хроническое заболевание неизлечимо. Можно приостановить. Можно, извините, вогнать человека в длительную стойкую ремиссию, то есть светлый промежуток. Но ни одна хроническая болезнь неизлечима. Нельзя доводить. А мы все это делаем. Вы мне простите, пожалуйста, я перебиваю, может быть, много... Морис, давайте дадим слово. Ой, давайте дадим. Я хотела прокомментировать, так как я очень много работаю с родителями, со взрослыми в плане профилактики. То есть изначально я лектор, тренер в целевом учреждении Здоровая Эстония. И вижу тоже, это и несколько раз участвовала в таких заседаниях, там при министерствах. То есть, конечно же, ну, наше общество, оно не здоровое, потому что у нас много социальных проблем, время перемен, то есть много и депрессии, и переедания, и разных родозависимостей. Поэтому я лично, как такой многосторонний, скажем, специалист, вижу спасение только в семье, где в семье будут давать здоровые не только привычки питания, но и вообще здоровую атмосферу, любовь, принятие ребенка. Это сейчас много программ на это направлено, на родителей, школьных программ, министерств программ. Абсолютно согласен. И в школах, жизненные навыки. Потому что вот это поколение после развала Союза, вот конец 80-х, начало 90-х, оно на самом деле потеряное поколение, потому что некогда было взрослым заниматься детьми, все занимались выживанием, работали бесконечно, и сейчас работают бесконечно, и дети так, сами как-то растут, как трава в поле. И, соответственно, это поколение самое большое по количеству зависимости и вредных привычек. И работать надо с детьми, еще раз повторяю. Да, Алена, и тогда к публике. Да, Алена. Да, хочу добавить, мы говорим, семья, родители, но родители тоже были детьми, они тоже вышли из своей семьи. И они тоже не получили. Они не получили. Вот это так называемое потерянное поколение. и если мы убираем у человека что-то одно, мы уберем у него компьютер, сигареты, получается пустое место, человек, проблема, он не знает, чем это заполнить. И тут могу смело утверждать, что спорт является альтернативой. Да, мы говорим, что можно стать еще и спорту зависимым, но в какой-то мере это чуть лучше альтернатива. Возвольте, пожалуйста, я вас полностью поддержу, но, простите, пожалуйста, спорт это здорово, кружки это здорово и так далее. Давайте деньги государственные, время решать. Так ведь называется? Давайте направлять на спортивные школы кружки по интересам. Не заниматься антирекламой, как это плохо курить или как это плохо пить. Это ежу понятно. Но средства, которые пущены на рекламу, антирекламу, да, вот на табачной пачке, на каждой... Апцизы, которые... Социальную рекламу вы имеете в виду? Убрать ее и отдать тренерам, отдать специалистам фитнеса, спорта, драматических кружков и так далее. Хочу спросить Сергея на трибуне, что-то добавить. Я бы хотел поставить точку на ды, над жалобой девушки. Дело в том, что она сказала всей Эстонии, она сказала, то-то-то там сделали, ушили желудок, ничего невозможно, ой, как плохо, я все время ем. Человек может все. Вот мои дети, если меня смотрят, они должны знать. Человек может все. Если ты много ешь, не ешь ты много. Если ты куришь, брось курить. Если ты пьешь, все, можно дать не религию, можно дать понимание того, то есть даже не кружки, не деньги, все можно сделать без денег. Во-первых, нужно, чтобы мужчины поняли, самое главное, мужчины, потому что я никогда не сталкивался с пьющими женщинами, мужчина должен понять, он защитник, он не должен пить. И я могу доказать, что если мужчины бросят, все мужчины бросят пить, курить, то тогда женская половина то же самое прекратит. Сергей, позвольте вам задать вопрос. Вы вот так вот запросто рассуждаете, что вот много ешь, не ешь, а вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с какой-то серьезной зависимостью, и вот вы ее сами преодолевали, вы так легко и просто говорите, ведь если бы это действительно было вот так вот, то, наверное, бы и проблемы не было. Да, я когда-то курил, это было очень давно, и это действительно бросить было настолько тяжело до сих пор, то есть прошло, наверное, 14 лет, и я до сих пор иногда просыпаюсь, это неужели я закурил, то есть прямо вот это чувство, что сейчас и даже сигареты, и даже табак чувствуется. Что вас подвигло бросить? Я, знаете, есть, у любого мужчины есть точка невозврата, то есть человек приходит к какой-то точке, когда он понимает, что нужно что-то менять в своей жизни. Примерно в 2000 году я пришел к этой точке, и я бросил пить, курить, я стал очень серьезно заниматься спортом, и у меня появился стержень, как вот должен появиться в какой-то точке у любого мужчины должен появиться стержень, на которой нанизывается спорт, и вот это понятие того, что ты пример, что ты пример для своих детей. Вот когда у меня это пришло, я бросил пить, курить, то есть когда я сначала бросил курить, я очень сильно располнил до 120 килограмм, сейчас я 89, и я начал заниматься серьезно спортом, и вот спорт, особенно бег на длинные дистанции, он дал какую-то еще дополнительную стержень, потому что я понял, что этого могут немногие, и сейчас я являюсь белой вороной, не то, что в белой рубашке, потому что все мои друзья простят меня пьющие, курящие, я многих потерял, потому что я очень резко стал выражаться, то есть говорить о вреде пьянства, о плохом примере, и простят меня мои курящие друзья, простите, но от вас жуткий запах, вот серьезно, то есть когда, скажем, еще где-то дымок на улице, нормально, а вот от вас, от всех, спасибо, и вот когда у человека появляется это понимание, что он мужчина, он должен не пить и не курить, все, он пример. Получается, ну смотрите, в данном случае получается, что быть трезвым, опрятным, здоровым не модно, что ли? Значит, я хочу сказать, вот там Адик Левин, да, можно там выпивать и так далее. Значит, я думаю, всем понятно, что у нас в организме нет такого органа спиртовка, то есть механизма по переработке алкоголя. И все эти высказывания о том, как для аппетита, для настроения и так далее, это, давайте, это чушь. Конечно. Значит, нет органов, отвечающих за переработку алкоголя или наркотика. Все берет на себя печень, да, перерабатывает несвойственный для нее материал. Печень не справляется, все пошло в мозг. Спасибо. Вот и все, и формируется то слово, как его назвали, зависимость, да, от которого уже... Я хотел добавить, хотел вас спросить, а как же тот факт, что алкоголь это естественная молекула для организма человеческого, то, что наши бактерии в желудочно-кишечном тракте регулярно вырабатывают энное количество молекул утонола, которые потом идут в кровь. И лоси лижут соль, да? Но сколько? Да? Наверное, наверное, натуральный продукт и так далее, и так далее. Простите, пожалуйста, в Эстонии сколько видов вин продается? Три с половиной тысячи, подумайте, пожалуйста, просто цифры. Три с половиной тысячи, какое разнообразие? А в Финляндии 800, например. Борис, я понимаю, что вы, в общем, говорите приблизительно об одном и том же, что человек, в общем, всегда найдет оправдание какой-то, да, зависимости, которая становится болезнью. Я еще не такой, как все остальные. Да. Добрый день. Меня Денис зовут. Вы знаете, буквально на днях была новость, что в нашем Регико будут обсуждать инициативу партии «Зеленых» о повышении доступности марихуаны в Эстонии. Вот мне бы хотелось задать вопрос нашему уважаемому наркологу, как вы считаете, это благо для Эстонии или это зло для Эстонии? Я не считаю это благо. Еще раз, как? Где, что, кто у нас там будет внутри отвечать за переработку этого? Я только что сказал. Слабый, сильный наркотик. В общем, да, вы уже до этого давали ответ. Да, Алена. Хотела подытожить и то, что Евгения сказала и коллега. Мы говорим не только об знании какого-то вредного процесса, не только о его понимании, но самое главное об его осознании. То есть, как только человек осознает, для чего ему лично самому нужно избавиться от какой-то зависимости, то он справится. Я тоже хотел добавить, что нужна мотивация и осознание, что эта зависимость тебе мешает жить. Теряешь семью, теряешь работу. Когда человек это осознает, но часто это бывает просто поздно. Поэтому заниматься надо, еще раз скажу, детьми. А второй момент, если мы популяризируем марихуану или подобные вещества, это никогда до хорошего не придет, даже если мы это назовем лекарством. Вспомним морфинистов, которые когда-то увлекались морфином, считая его безопасным и хорошим препаратом, потом понадобились десятилетия, чтобы избавляться от этой зависимости целым поколением. Поэтому ничего хорошего в популяризации марихуаны не будет. Вот объясните мне, пожалуйста, я так понимаю, что все-таки наша система здравоохранения так или иначе способна поддерживать и помогать человека, который имеет определенную зависимость болезни. И тем не менее, люди очень часто занимаются самолечением, так называемый доктор Google сейчас очень популярен, все залезают в интернет и находят описание своей болезни, начинают сами лечить. И в то же время люди еще и обращаются очень часто к сомнительного рода специалистам или шарлатанам. Откуда это берется, почему у нас это есть? Ведь у нас не самая плохая в общем медицинская система. Это опять связано с ментальностью наших людей, с психологией, с определенной... Даже сравните... Что с нашей ментальностью такое? Часто на нее ссылаются, при этом никто объяснить только не может. Ну, она особенная, так скажем. Просто я могу сравнить, например, с финскими пациентами. Доводилось там работать, иногда работаю. Там слово врача, но в 90% случаев это в принципе закон. Если врач сказал принимать таблетку так-то, так-то, он будет принимать этот пациент. А если не будет, его как-то могут наказать? Нет, он сам себя накажет тем, что угрызение совести будет, и будет считать, что он неправильно лечился и так далее. Не врача будет обвинять этот пациент, а самого себя. У нас же пациенты зачастую ищут какой-то вот параллельный способ, который был бы необычен, который помог бы очень быстро, с одной таблеточки, с одного движения. Такого не бывает. Мы росли, видимо, на таких сказках, которые нам внушали, что вот есть волшебная палочка, два движения, все готово. Да, щука все делает за тебя. Да, щука все делает. Но надо уже давно жить в реалиях и понимать, что это не так. Надо знать, что ни одно хроническое заболевание, я сейчас буду говорить о наркологических проблемах, неизлечимо. Да? Как правильно? Но светлый промежуток может быть пожизненный. Пожизненно. Можно, оставаясь наркоманом, не употреблять наркотики. Можно, оставаясь алкоголиком, не употреблять алкоголь. Можно, оставаясь пациенткой, по, ну, будем так, диетологическим проблемам, можно худеть. При этом, почему люди все-таки очень часто обращаются, ну, опять же, назову их шарлатанами, почему люди не идут в проверенную медицину, доказанную, а вот обращаются к, ну, вот, я коротко и тогда передам слово. Там тоже много рук, да. Подержу доктора. Человеку кажется, что вот именно волшебство пообещали, я за одно слово, за один сеанс тебя вылечу. И человек, ему хочется в это верить? Ему хочется верить, то, что у него болит спина, за один сеанс у него перестанет болеть спина. И все, и все пойдет, вернется так, как было раньше. Ну, говорят, вера творит чудеса. Вера помогает. люди согласно платить даже не за один сеанс. И есть, есть такие, которые там 10 сеансов и 20 к шарлатанам к этим идут. И они готовы платить. Вот это все, да, готовность верить в сказки. И самое страшное, я часто это наблюдаю, когда дело касается не только больной спины, а, например, онкологические пациенты идут к таким шарлатанам и теряют вот это время, золотое время, когда можно было что-то сделать, и к врачам обращаются уже. Как определить шарлатан это не шарлатан? Ну, наверное, все-таки сертификат какой-то должен быть у специалистов. Я думаю, у шарлатанов этих сертификатов побольше, чем у специалистов. Я бы считал несколько признаков. Если в названии шарлатана звучит там космоэнергет, там что-то вот такое необычное, сразу это первый признак, что это шарлатан. Если у него огромное количество регалий, профессор какого-то космического университета и бла-бла-бла, нормальный академик, там доктор наук не будет бравировать этим, ему достаточно вот только своего. То есть это уже подозрительно. Да, у нас есть комментарий. Антон? Мне кажется, что люди зачастую обращаются к шарлатанам по нескольким причинам. Это бывает, как уже доктор сказал, в тупиковых каких-то ситуациях, когда современная медицина помочь не может. Во-вторых, шарлатаны предлагают зачастую более простые решения и более простые объяснения проблемы. И они всегда что-то делают, что-то материальное. Дадут какую-то таблетку, какую-то травушку-муравушку, что-то там намажут. Вот где-то помнут. Человек чувствует, видит, что для него что-то сделали, что вот сейчас, возможно, от этого у него что-то улучшится. И также, к сожалению, бывает такое, что не совсем компетентные врачи у нас бывают. Вот это очень важный момент, потому что традиционная медицина сейчас подгнет вот такой негативных моментов. То есть очень много пишется негативных статей, очень много каких-то негативных отзывов, даже если там случаются какие-то осложнения, об этом обязательно вся пресса растрезвонит. Но крайне редко пишут о чем-то позитивном, что спасли кого-то, помогли кому-то и так далее. Опять же, в сравнении с финской прессой, мне приходится часто читать, крайне редкие статьи негативные о медицине. Стараются статус традиционной медицины поддерживать на уровне. Статус врача, семейного, любого специалиста, медсестры особенно, потому что медсестры тот специалист, который чаще контактирует с пациентами. У нас этого нет. А мнение экстрасенсов зато на всю страну известно. И экстрасенсы у нас продвигаются, афишируются, они пишутся, То есть здесь надо работать в прессе тоже, не только людям и врачам. Популяризация экстрасенсов. Пригласили, да, Алена, вы хотели что-то сказать. Давайте так, вот все... Борис, Борис, ой. Деваты, да. Важный момент, еще обращу внимание на то, что... Почему шарлатаны? Вы сказали, они поговорят, что-то чуть-чуть сделают, они постоянно держат человека в психологическом позитивном контакте. Почему обычно врач не может этого делать? Время. И не делает. Они не очень хорошие психологи. Кто? Врачи? Врачи. Я не знаю. Врачи конвейер, к сожалению. Да, и сколько минут придено... Элементарно их хватает времени. Сколько времени на одного пациента? 20 минут, но контакт с человеком выливается в 10-12 минут. Нужна документация еще и так. Значит, в далекие те еще времена, я тогда уже был врачом, значит, на терапевтического пациента отводилось 12 минут, на психиатрического 20. Вот и все. И хвост в очереди, и нужно всех принять. Но сейчас сезон, когда много пациентов вообще без регистрации приходят, то выходят на пациенты по 5 минут. То есть конвейер. Вот и правильно сказали, потому что что-то тебя пожалеет, почмокает, посюсюкает. И тратят на это время, где-то час. У рабочей лошади на это нет времени. К сожалению. Еще одну тему, коротко, к сожалению, потому что время подходит к завершению, но хочу затронуть. Существует масса различных мифов, на которые люди часто ссылаются, попадаются на эту уловку. Вот как вы думаете, ряд мифов, которые бы мы прямо сейчас в нашем эфире могли бы развеять? Вот человек, не знаю, там заболел, существует какой-то миф, он следует этому мифу и усложняет ситуацию. Да, пожалуйста. У меня вот, допустим, я согласен с тем, что информационного мусора, который у нас сейчас в мире, его просто неимоверное количество. И я считаю, что есть такой популярный миф, допустим, про прием витамина С в случае простудных заболеваний, который многими поддерживают. Среди моих знакомых даже некоторые считают, что... Витамин С не помогает? Витамин С... Я как раз перед передачей специально посмотрел самое новое исследование, которое я нашел, было 2013 года. Это был мета-анализ из многих 29 других исследований. Оно гласило, что прием больших доз витамина С, это мы говорим о грамме или о двух граммах ежедневно в течение зимы, оно не препятствует увеличению заболеваемости простудой. То есть оно никак не влияет на возникновение у человека простуды. Да, Сергей. Очень страшный миф. Это то, что если сделать прививку от гриппа, то тут же заболеваешь гриппом. Я вот... В школе Atlas.net у меня висит такое объявление, что школа оплатит прививку от гриппа, если вы ее сделаете. То есть там приносят чай, да? За 12 лет два человека сделали. Потому что вот есть этот миф, особенно властномяе, что сделал прививку, заболел. Чушь собачья. Пожалуйста, люди, прививайтесь. Сейчас новая вакцина, хорошая от последнего гриппа. Я не болею 16 лет гриппом вообще. То есть я каждый сентябрь делаю прививку, 16 лет никакого гриппа. Пожалуйста, люди, прививайтесь. Напалдиски манты, хорошая. Спасибо. Юлия. Да. Еще один миф, который, считаю, есть, он, в частности, у моего папы существует. Это миф, что само все пройдет. И если мой отец у меня... Ну, это касается особенно мужчин, да. Я в него очень не верю. И поэтому отца всегда забыл к доктору. И, да, и в этот раз мы тоже пойдем вместе. Потому что, по моему мнению, ничего не проходит само по себе. И за своим здоровьем надо следить. Ну, и самый современный миф это то, что можно в компьютере в интернете поставить себе диагноз. Юлия, вы что-то хотели тоже сказать? А я хотела сказать, Ракс, просто про зависимости. Была тема. Что самый распространенный миф, он две стороны имеет, что человек, пока сам не захочет, ничего не случится. Это правда. Но близкие, если они меня слышат, должны тоже думать о том, как получить помощь. Свою помощь себе. Помощь, потому что они тоже в лодке вместе с зависимым. Плюс, как помочь квалифицированно человеку, который рядом с тобой живет и погибает от зависимости. Не сделать еще хуже, не навредить. То есть, заниматься и собой, другому не мешать, ну и помочь ему. То есть, есть определенные вещи, которые более подробно специалист расскажет. То есть, не бояться обращаться за помощью, не думать о том, что вот он, пока он сам не захочет, вот ничего не случится. Давайте будем подводить итоги. И прежде чем я дам слово экспертам, я хочу дать слово одному из наших гостей в публике. Аду, я знаю, что вам уже почти 80 лет, и вы говорили, что болели в своей жизни последний раз в 16 лет, если я не ошибаюсь. Да. Секретом поделитесь, пожалуйста, коротко, если это возможно. Секретом поделитесь одно слово, которое вы сказали. Мотивация. Попробуйте ответить мне, как я был мотивирован, чтобы третий спортивный разряд выполнить 20 вида спорта. Я говорю о визитческом активности. Визитческом активности, мне было постоянно. Я видел всегда перед собой цели. Сто он нужно делать, чтобы достичь таки цели. Твигался. Я имею визиоон перед собой всегда. И вот, когда я постоянно занимаюсь и достигаю цели, я рад буду. Но когда я работал с диссертацией, у меня еще были словари, были так, я должен был стоять, чтобы достать. Если какие-то нужны другие, я должен повернуться, идти там забрать. Не так, чтобы удобно было все, как интернет у меня теперь, телефон есть. Это визитческая активность и мотивация, куда мы двигаемся. Спасибо, Ада, вам огромное. Действительно, замечательный совет. Сейчас, под занавес нашей программы, я хочу обратиться к вам, уважаемые эксперты. Коротко, ваш совет, если человек, который смотрит на нас сейчас, например, чувствует, что есть у него какая-то нехорошая привычка, и он бы хотел от нее избавиться, вот первые шаги, что он должен сделать? Первый шаг – это прийти к специалисту. Не важно, кто это. Это может быть семейный врач, это может быть психиатр, даже сестра центра семейных врачей. Прийти и поговорить откровенно, ничего не стесняешься. Но вы же сказали, врачей мало времени не получится ли так, что врач скажет, у вас, в общем-то, все в порядке, спасибо следующее. Нет, если все-таки проблема есть, и врач ее заметит, то такого не получится. Может прийти даже родственник, не обязательно сразу должен прийти сам пациент. Поднять эту тему надо. Алена, что бы вы посоветовали? Цель и мотивация. Человек должен сам себе честно признаться и даже написать, зачем ему это надо, почему он это хочет. Спасибо. Борис? Я очень коротко, необычно для сегодняшнего вечера. Надо перестать себя жалеть. Все. Нет других рецептов. Перестать себя жалеть. Спасибо. Спасибо. Евгения? Тут полдела, наверное, в осознании того, что проблема существует, и тогда и мотивация появится, и силы найдутся, и ресурсы для того, чтобы заниматься этой проблемой. Будьте честны сами с собой. Спасибо вам огромное. На этом, уважаемые зрители, наш эфир подходит к завершению. Напоминаю, что если вы хотите принять участие в нашей программе, то регистрируйтесь на портале этогоплюс.е. А также у нас есть страничка в Фейсбуке, где мы ведем активные дискуссии, люди предлагают темы, вопросы, а также мы и передачи, которые уже прошли, продолжаем дискуссию уже в сети, в интернете. Найти нас там довольно просто. Заходите в Фейсбук, набираете время решать и найдете нашу страничку. Мы будем рады всем. Ну, а через неделю в этой студии мы будем говорить о зарплате гражданина. Интересно вот будет узнать, будем ли мы жить лучше, если мы с вами вдруг будем получать постоянно некую сумму за здорово живешь. Вот, собственно, об этом мы будем говорить через неделю в этой студии. На этом все. Спасибо большое за внимание. Хорошего вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова